Всем привет! Видео про шестой семестр, как и обещала. Для тех всех, кто дожили до шестого семестра, вы вообще большие молодцы. Ребята, которые уже закончили первый-второй курс, я вас поздравляю, вы уже закончили большую часть учёбы, так как вам осталось приблизительно уже полтора годика, либо годик. Мои поздравления, и также давайте сразу же приступим к разбору шестого семестра, так как я говорила, что это один из самых сложных семестров, для меня это был самый сложный семестр, но его можно упростить, можно пережить всё это намного проще, легче. Как это сделать, я расскажу, конечно же, в этом видео, поэтому полетели. В этом семестре у нас также имеются как основные предметы, так и дополнительные предметы. Дополнительные предметы вы можете брать, можете не брать, это зависит от вашей ситуации вообще. И здесь я хочу сказать то, что мне кажется, я поступила неправильно, что взяла все предметы дополнительные. Я могла отказаться от нескольких хотя бы, либо от всех их, если это возможно, потому что я совмещала работу, учёбу, и когда ты совмещаешь ещё и плюс берёшь все дополнительные предметы, получается достаточно сложно. Давайте посмотрим, внимательно, наверное, разберём, когда предметы, я расскажу, что они из себя представляют, и для людей, у которых похожая ситуация, у которых есть что-то помимо учёбы, какие-то свои, возможно, идеи стартапы, какая-то ещё, не знаю, второй университет или работа, я, наверное, посоветую вам отказаться хотя бы от одного, либо двух предметов на данном семестре, не брать эти дополнительные предметы. Какие, это, конечно, уже решать вам, просто послушайте, что они из себя представляют, и решите для себя, надо вам это или не нужно. Но начнём мы с основных предметов, и первый предмет — это BCI. BCI расшифровывается как «Безопасность информационных систем», и название говорит «за себя», вы будете изучать всё по части безопасности. Хороший предмет, вы просто пробегитесь по основам, на самом деле. Я, наверное, покажу примеры заданий, которые у нас имелись. Вы выполняли подобные задания, значит, один раз на две недели. Ничего сложного в этом предмете нет, даёте два теста, экзамена нету, всё, замечательно. Следующий предмет, который мы разберём, — это масс. Здесь уже ситуация более интересная, так скажем. Все говорят, что масс — это самый сложный вообще предмет, который имеется. Возможно, так оно и есть, но я так подумала, что на самом деле в самом предмете нет ничего сложного. То есть, что вообще из себя представляет предмет. Расшифровка, например, — это моделирование и анализ информационных систем. Что мы там делаем? Помните, год назад мы изучали такой предмет, как «при», по-моему, где вы составляли диаграммы. Теперь мы эти диаграммы переносим в код. Это и есть вот этот предмет масс. Но, вроде бы, ничего сложного, да, но очень много этапов имеется для того, чтобы быть допущенным к экзамену. Потому что сначала вам нужно будет сдать все мини-проекты, затем вам нужно будет сдать документацию к крупному проекту, сдать этот большой проект, и затем вы уже будете допущены, либо не допущены к экзамену. И, конечно же, просто что на протяжении всего этого времени вам приходится сдавать все эти работы, хотя бы на 50%. И каждый раз я понимаю, что у людей просто не хватает нерв, сил, и некоторые просто сдаются и не доделывают работы. Либо пытаются, но не получаются, закидывают. Просто хочу посоветовать, не опускайте руки, тяните везде до конца хотя бы этих 50%, чтобы они были везде. И надо понимать, что да, даже если вы там допустили какие-то ошибки в документации, и учителю там что-то не понравилось, к примеру, вы уже не будете допущены к экзамену, то бишь вы будете перенаправлены еще раз на данный предмет в следующем году. Я никому не желаю подобной ситуации, я надеюсь, что у вас все получится. Просто не опускайте руки, бейтесь до конца, и все будет нормально. По этому предмету также экзамен, он является обязательным, поэтому еще какая-то часть людей, мало того, что не допущена к экзамену, еще часть людей не сдаст экзамен. Поэтому достаточно маленький процент людей, которые вообще проходят данный предмет успешно. Следующий предмет, который мы с вами, значит, разберем, который у меня также основной, это АБД. Все сравнивают, все вообще думают сравнивать АПБД и АБД, но не стоит их сравнивать вообще, это два абсолютно разных предмета, я бы сказала на самом деле, потому что на АПБД у нас хотя бы был код, было интересно, это вообще что-то было вау, АБД это база данных, да, мы изучали постгресс, конечно же, с пиджи админом, какие-то основы, и все, это полезно, это правда полезный предмет, хороший предмет, ничего не скажу, ну, просто что после АПБД уже ты ожидаешь чего-то подобного, да, ты уже ожидаешь подобных эмоций, что, о, что там будет новенькое, вот это я сейчас изучу, а тут получается, ну, просто мы получили постгрессик, вот. И на самом деле у меня вот, например, случилась проблемка, данный предмет я не сдала, это, да, первый мой предмет, который я вообще не сдала за всю мою учебу, получается, я сдала, там надо было сдать два теста и задания, на протяжении всего семестра нужно было сдавать задания. Я сдала все эти задания, присутствовала на всех туториалах, я сдала этих два теста, и потом в конце семестра мне приходит оценка два, я не понимаю, что происходит, я начинаю писать учителю, говорю, что, может, это какая-то ошибка в системе, ну, как бы, такое бывает, и учитель мне говорит то, что нет, это не ошибка в системе, это все из-за того, что у меня два дополнительных пропуска по лекциям. Почему дополнительных, я говорю, я имею в виду лишних пропусков, которые недопустимы по лекциям, и я такая, хорошо, я начинаю объяснять свою ситуацию, так как у меня такая получалась накладка работы и учебы, и на некоторые лекции я просто не успевала ходить, мне не получалось, но учитель не смог вводить в мое положение, возможно, это правильно, возможно, нет, это уже не знаю, кому решать даже, но я знаю то, что ребята, которые имели один дополнительный пропуск, им дали возможность пройти экзамен, ну, такой, как я, например, у которой два пропуска, такого шанса не было, и, скорее всего, мне придется задавать данный предмет в следующем вообще году, даже не в сентябре, то есть у меня нету даже возможности пройти данный экзамен в сентябре. Ну, ничего, на самом деле, я нахожу в этом какие-то даже плюсы уже, посмотрим, что будет дальше. Да, и это, наверное, будет мой первый вообще ИТН, скорее, я даже не знаю, будет это ИТН или нет, но я так предполагаю, что будет, но ничего страшного, посмотрим, как будут дальше разворачиваться все эти события. Следующий предмет это ПРО. Как я и говорила, ПРО это просто дипломная работа, вы просто продолжаете делать свою дипломную работу, это уже зависит от вас, какой профиль вы выбрали, какую идею вы выбрали в команде, не в команде, ли вы работаете и так далее. Что по дополнительным предметам? У нас есть такие предметы, как МИД и ПУМ, и они нацелены на машин-лёрнинг, на искусственный интеллект, и я думаю, что правильным решением для меня было бы отказаться от этих предметов, так как, во-первых, я не собиралась связывать свою жизнь с искусственным интеллектом и машин-лёрнингом, и поэтому, совмещая учебу и работу, мне было тяжело успеть все вместе, плюс все эти дополнительные предметы, поэтому, ребята, которые в похожей ситуации, я советую вам, выберите один или два предмета, которые вы думаете, что вам, возможно, будет неинтересно, вам не нужно, или, я там, не знаю, вы готовы пожертвовать этими предметами, уберите эти предметы, не берите их, чтобы спокойненько пройти этот семестр. Что именно? Мы проходили, значит, на МИВе, например, МИВ, как я сказала, машин-лёрнинг, мы делали, на самом деле, прикольные программки, писали мы на питоне, да, до этого я питон, например, не знала, теперь чуточку знаю, я не скажу, что мы хорошо его выучили, но хотя бы какие-то основы, он не такой сложный, оказывается, вот, мы подучили, и также предмет вроде бы не супер, там, сверхсложный, я имею в виду в том плане то, что нету тестов, нет экзамена, как экзамен есть, но можно получить освобождение, просто надо понимать все, опять-таки, эти алгоритмы действий, понимать, как что работает, это сложно, но возможно. И следующий предмет, как я говорила, пун, пун, значит, основная работа на этом предмете у нас составлялась в том, что мы кооперировались в команды в основном, можно было работать самому, одному, в моем случае я работала в команде из четырех человек, и нужно было сделать просто основной главный проект, также связанный с машин-лернингом, в нашем случае это был проект, значит, который распознавал в тексте, данный текст написан в положительном ключе, либо в негативном ключе, то есть ты даешь машине несколько комментариев, оно их распределяет, это негативный коммент, это позитивный коммент и так далее. Могу сказать, даже если хотите, можете уже, наверное, готовиться, если ничего не поменяется, и вообще, хорошо иметь такой проектик, на самом деле, это очень интересно, мне кажется, иметь проектик по машин-лернингу, и когда у вас есть время, вы можете разобрать все это, когда вы можете понять все эти алгоритмы действий, очень круто, я, наверное, бы даже советовала их всех изучать, когда у вас есть именно время, чтобы ничего не пропустить, так как, мне кажется, в данной теме спешить, так сказать, не стоит, не получится, просто даже не получится. Пойдем дальше, следующий предмет это ИПБ. На ИПБ вы просто составляете диаграмки, какого рода диаграмки, наверное, я просто продемонстрирую на экране. Ничего сложного, просто сдаем все эти работы, и все, даже никакого ни теста, ни экзамена, ничего, живем счастливо. Вот и все, все предметы мы обсудили, да, хочу еще рассказать то, что не забудьте, если вы хотите, упростите себе задачу, не берите какие-то дополнительные предметы, если это вам необходимо, но, конечно же, если у вас имеется только учеба, если вы только учитесь, то, пожалуйста, берите все предметы, они все классные, дополнительные предметы, особенно классные, поэтому желаю вам удачки в следующем году, в следующем семестре, и до новых встреч, пока-пока!